Рэй Далио. Принципы успеха. Текст читает Александр Балашов. Посвящается моим внукам, родившимся, и тем, кто еще родится. Эта книга для вас и для всех, кто сочтет ее полезной. Вы находитесь в увлекательнейшем путешествии под названием «Жизнь». Впереди так много неизведанного, что вы не можете знать наверняка, каким окажется ваш путь. А я уже вплотную приблизился к концу моего маршрута, успешно его преодолев. Я беспокоюсь о вас и хочу подготовить к будущему, вооружив принципами, которые помогли в жизни мне, и хочется верить, помогут и вам. Принципы – это самое важное, без чего не обойтись на жизненном пути. Принципы – это способ успешного преодоления сложностей, которые готовит вам жизнь. Фактически, это готовые рецепты успеха. У каждого успешного человека есть принципы, которые сделали его таким. За время своего путешествия я собрал несколько сотен принципов, которыми поделился в разных книгах. Эти принципы определили мой успех. Они помогли миллионам других людей, и я надеюсь, окажутся полезны и вам. В этой небольшой книжке я изложу самые важные принципы достижения успеха, чтобы вы могли сами их оценить и определить те, которые подойдут именно вам. Если вы не хотите, чтобы другие управляли вашей жизнью и ограничивали вас, вы должны сами решать, что делать, и иметь достаточно смелости, чтобы сделать это. Это мой первый и самый важный принцип. Мыслите независимо, сохраняя абсолютную непредубежденность. Оглядываясь на свой путь, я вижу, что время подобно реке, несущей нас навстречу событиям, которые заставляют нас постоянно принимать решения. Мы не в силах остановить течение, и нам не избежать этих событий. Мы можем только постараться сделать лучшее, на что мы способны. В вашей жизни будут миллионы событий, которые потребуют миллионов решений. От качества этих решений будет зависеть качество вашей жизни. Правильное решение вознаградит вас отличным результатом, а неправильное обернется провалом. Если вы достаточно умны, эти события покажут вам, как работает реальность, и научат принципам правильного взаимодействия с ней. Мои принципы появились не вдруг. Я формулировал их на протяжении всей жизни, совершая множество ошибок и размышляя над ними. С самого детства я всегда стремился к тому, чего хотел. Падал, поднимался и снова бежал. Снова падал. Всякий раз, когда я падал, я получал урок. Становился лучше. И падал меньше. Повторяя это снова и снова, я научился любить этот процесс. Даже падение. Кроме того, я стал относиться к проблемам, как к головоломкам, решение которых сулит мне награду. Задача. Как мне поступить в этой ситуации в следующий раз? Награда за решение – принцип, который поможет в будущем. Из таких задач и решений и родились мои принципы. Я записывал их и со временем корректировал. Советую вам делать то же самое. Этот процесс научил меня второму основополагающему принципу. Для принятия правильных решений нужно знать, что такое истина. Под истиной я подразумеваю понимание, как работает реальность. Законы природы, по которым мы должны жить, чтобы добиться успеха, созданы не людьми. Однако, поняв эти законы, мы сможем использовать их для достижения своих целей. Меня можно назвать гиперреалистом. Я принимаю реальность и работаю с тем, что есть, а не сожалею, что все не так, как мне хочется. Благодаря такому подходу появился мой третий принцип. Мечты плюс принятие реальности плюс упорство равно успех в жизни. Иными словами, если вы сосредоточитесь на достижении мечты, возьмете на себя ответственность разобраться в реальности, которая на вас влияет, и в способах эффективного взаимодействия с ней, и при этом проявите упорство, вы получите принципы, которые помогут вам добиться успеха в жизни. А что такое успех? Каждый решает сам. Мне все равно, хотите вы стать повелителем вселенной, жить под пальмами или чего-то другого. Честно, абсолютно все равно. Это исключительно ваше дело. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы и здоровы, развивались сами и способствовали эволюции в целом. Но какой бы путь вы не выбрали, вам придется принять реальность. Особенно то, что вы больше всего не хотите принимать. Поначалу препятствия, ошибки и слабости доставляли мне немало страданий. Главным образом потому, что я зацикливался на мысли, как ужасно, что это со мной произошло. Но потом я осознал, что моя боль – это сигнал, что мне стоит проанализировать обстоятельства и способы с ними справиться. Именно тогда я понял, что препятствие плюс размышление равно преодоление. Осознание этого позволило мне сделать вывод, что успех – это всего лишь результат пяти шагов. Шаг первый. Цели. Первый шаг – понять свои цели и стремиться достичь их. В принципе, вы можете получить почти что угодно из того, что хотите, но не все сразу. Придется определиться с приоритетами. Что для вас лучше, зависит от ваших увлечений, сильных и слабых сторон. Так что нужно хорошо знать себя и понимать, как соотнести свои цели с выбранным жизненным путем. Перед вами всегда множество дорог. Нужно только их найти. В этом вам помогут самоанализ, метод проб и ошибок и настойчивость в стремлении к своим целям. Шаг второй. Шаг второй. Проблемы. Шаг второй – встретиться лицом к лицу с проблемами, которые стоят на пути к достижению целей. Проблемы есть всегда, и обычно их воспринимают болезненно. Чтобы развиваться, вам нужно определить их и не отступать перед ними. Шаг третий. Диагноз. Третий шаг сводится к анализу проблем и поиску причин их появления. Стоит помнить, что иногда корень проблемы кроется в слабостях, ваших или других людей. Чтобы развиваться дальше, нужно выяснить, что вы делаете не так, и изменить это. Что бы это ни было, вы должны обнаружить это и преодолеть. Шаг четвертый. План действий. Шаг четвертый – разработать план преодоления проблемы, стоящей на вашем пути к прогрессу. Шаг пятый. Действия. Пятый шаг заключается в том, чтобы выполнить этот план, заставив себя сделать все необходимое. Постоянно повторяя эти пять шагов, вы придете к успеху. Путь личного роста будет полон взлетов и падений, ведущих к еще более высоким успехам. Эти пять шагов касаются всего на свете, любого продукта, компании или человека. Чем упорнее вы будете делать шаг за шагом, тем выше будут вершины, которые вам покорятся. И тем серьезнее вызовы. Чем выше вы подниметесь, тем больнее падать. Неприятности случаются со всеми. В зависимости от нашего отношения к ним, они могут нас погубить или помочь стать лучше. Пройдем ли мы через испытания с честью, или они водоворотом утянут нас на дно, зависит от нашей готовности объективно оценить неприятность и принять правильное решение. Самый серьезный провал я пережил в 1982 году, когда поставил все, что у меня было, на экономическую депрессию, которая так и не случилась. Рынки штормило. Продолжение следует...